7 часов вечера в Нью-Йорке на РТВ и время новостей. Я, Екатерина Катрикадзе и мои коллеги расскажем о главных событиях в США и в мире. Сергей Скрипаль не представлял опасности для России. Постпред России при ООН на заседании Совбеза обвинил Великобританию в пропагандистской войне. Раша Гей добрался и до олигархов из России. По делу о вмешательстве Кремля в президентские выборы в США допросили уже двоих российских бизнесменов. Грандиозный фейк от вымышленного аналитика Пентагона. Сообщение в Фейсбуке от якобы сотрудника американской разведки три года цитировали русскоязычные СМИ. Пучдемон на свободе. Суд в Германии освободил лидера каталонских сепаратистов. И Саудовская Аравия шагнула в будущее. В королевстве открылись кинотеатры, которые были закрыты еще в начале 80-х. За делом Скрипалей могут стоять спецслужбы ряда стран. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России Василий Небензя. Встреча началась несколько часов назад по требованию Москвы. Глава российской миссии заявил, что Лондон ведет против Москвы пропагандистскую войну без правил, так как власти Соединенного Королевства до сих пор не представили России никаких фактов о покушении на Скрипалей. При этом утверждение о том, что к инциденту в Солсбери причастна Россия, Небензя назвал абсурдным и аморальным. Напомню, что это уже второе заседание Совбеза по делу Скрипалей. Предыдущее состоялось в середине марта. Его созывали по инициативе Британии. Именно с этого начался масштабный дипломатический скандал. Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. Соединенное Королевство поддержали почти 30 стран. Глава британского МИДа Борис Джонсон утверждал, что происхождение яда подтверждено британскими экспертами. Однако глава лаборатории в Порт-Дауне два дня назад заявил, что такой вопрос перед химиками не ставили. Эксперты подтвердили, что Скрипалей отравили новичком. Но вот откуда он попал в Великобританию, исследователи не выясняли. Это дало повод Москве заявить, что обвинение в адрес России – провокация. Василий Небензи сегодня заявил, что расследование инцидента в Солсбери еще даже не начиналось. Происхождение вещества из России не подтверждено. Мы еще до этого заявляли о нашей непричастности. Но от нас по-прежнему требует признание нашей вины. Сотрудничать с Великобританией с нами отказывается под предлогом того, что жертва не может сотрудничать с преступником. Но извините, ваше назначение нас преступниками без фактов, доказательств, суда и следствия ничтожны. Господа, я даже не знаю, как это комментировать. Это какой-то театр абсурда. У вас что, не нашлось фейка поподобнее? И сегодня же посольство России в Лондоне направило запрос в британский МИД о судьбе домашних животных Сергея Скрипаля. Имеются в виду две кошки и две морские свинки. Здоровьем животных Скрипаля российские дипломаты живо интересуются уже не первый день. И добавлю, что сегодня же на заседании в ООН представитель США заявила, что Вашингтон по-прежнему твердо верит в ответственность Москвы в истории с покушением на экс-полковника ГРУ. Ну а тем временем американские дипломаты, высланные из России, сегодня покинули территорию посольства в Москве. Несколько автобусов и легковых машин прибыли к зданию рано утром около 4 часов утра. 60 сотрудников должны были покинуть Россию до 5 апреля. 58 из посольства в Москве, еще двое из генконсульства в Екатеринбурге. Также закрыто представительство в Петербурге, но работающих там нежелательными персонами МИД не объявлял, так что они смогут остаться в России. Ранее США в знак солидарности с Великобританией по делу Скрипалей выслали 60 российских дипломатов и закрыли генконсульство в Сиэтле. После этого представитель Госдепа заявил, что на их места Москва может прислать новых сотрудников. Фейк грандиозных масштабов раскрыли специалисты исследовательской группы Билинкет. Напомню, они же не раз публиковали расследование о причастности России к событиям на востоке Украины и к рушению малазийского Боинга MH17. И вот сейчас эксперты Билинкет нашли на просторах крупнейшей социальной сети Facebook вымышленного аналитика Пентагона по имени Дэвид Джуберг. Он активно критиковал Россию, выдвигал радикальные версии относительно событий в Украине и Крыму. Посты этого человека с 2015 года, как оказалось, часто цитировали русскоязычные СМИ. Но американский специалист Минобороны оказался липовым. Денис Чередов попытался выяснить, кто такой Дэвид Джуберг и кто его смастерил. Вот так когда-то выглядел аккаунт Дэвида Джуберга в Facebook. Информация о себе. Американец с русскими дворянскими корнями, ветеран вооруженных сил США, политический консультант Госдепа и аналитик Пентагона. В социальной сети у него более 20 тысяч подписчиков. К мнению Джуберга прислушивались, причем не только внутри Америки, но и за ее пределами. Прислушивались в том числе некоторые российские либералы и оппозиционеры. И тут вдруг выясняется, что авторитетный эксперт, лишь чей-то вымысел, никакого Дэвида Джуберга не существует. Историю с аккаунтом вымышленного персонажа Джуберга с фотографиями и комментариями раскрыло издание Bellingcat. И сразу после разоблачения профайл Дэвида был удален. В Фейсбуке остался совсем уж шуточный аккаунт. Дэвид Джуберг – майор, полковник, подполковник из Пентагона. Выбрал для себя образ петуха. Тогда же, в ноябре 2015 года, в Рунете появился очень похожий на настоящего критик российских властей и федеральных СМИ. Посты блогер писал на русском, якобы язык он выучил в Штатах. Тогда же на украинском сайте обозреватель вышла статья о надвигающейся войне НАТО с Россией. Битва продлится не более 10-12 дней, писал американский аналитик Джуберг. В Пентагоне, где я сегодня работаю, есть разработки планов войны со всеми странами мира. Потенциальная война с Россией не будет похожа на войну с Ираком в 2003 году, хотя у Российской Федерации примерно тот же размер армии и тот же уровень технологического развития. В 2016 в ряде СМИ даже появилась биография Дэвида Джуберга, а потом и интервью со старшим аналитиком Министерства обороны США. Позже выяснилось, что на вопросы журналистов эксперт отвечал по электронной почте. Ярый противник Кремля продолжал писать, наращивать аудиторию и повышать цитируемость СМИ. Еще бы, ведь актуальные политические события комментирует не кто-нибудь, а представитель Пентагона. Точка зрения США на фоне обострения российско-украинского конфликта миру была более чем интересна. Оппозиция по ту сторону океана тоже не осталась в стороне. Так несуществующего Джуберга начал упоминать в своих постах бывший депутат Госдумы Илья Пономарев. Эта затея ставила в опасность огромное количество людей, живущих в России. У аккаунта Джуберга были тысячи читателей из России. Я знаю, что многие люди контактировались, не пытались ему что-то сообщить. Притом совершенно не обязательно госсекрету. Люди просто хотели пожаловаться на тяжелую жизнь в России. Было и такое. Но вы же понимаете, что для уголовного дела достаточно намерения. То есть человек считал, что он сообщает информацию аналитику разведки Пентагона. О том, что Джуберг – фейк, заговорили почти сразу после появления его аккаунта. Но некоторые СМИ, в основном украинские, все же продолжали верить словам псевдоаналитика. А тот знал, какие темы взбудоражат соцсети. Вторгнувшись в Украину, Путин только усилил влияние НАТО в Европе, разрушил собственную экономику и изолировал Россию. Крым сам вернется в Украину, когда Украина станет процветающей. После победы Трампа на выборах в США Джуберг объявил об уходе со службы в Пентагоне. Создатель виртуального политолога предпочел для своего творения образ убежденного демократа. Трамп – это все, что я презираю. И вот в этой детективной истории появляется еще один герой – бизнесмен и инвестор Дэн Рапопорт. Именно он называл Джуберга своим другом и братом. А перед журналистами выступал в роли помощника лжеаналитика. То, что Дэн Рапопорт доказывал его реальность и личный факт знакомства с ним – это тоже доказа. Вот это два доказанных факта. И то, что он просил документы от имени Джуберга, что совершенно незаконно. То есть истребовать какие-то личные данные, копии персональных документов от имени офицера Пентагона. Рапопорт ли является создателем фейк-аккаунта, утверждать пока никто не берется. Но именно предприниматель с хорошими связями, как в США, так и в России, к Джубергу ближе всех. В 2012-м, после многолетней работы в Москве, Рапопорт вернулся в Америку. Есть версия, что одной из причин отъезда стала связь предпринимателя с Алексеем Навальным. В США, по данным Википедии, Рапопорт консультировал политиков-республиканцев. В частности, Митта Ромни в кампании против Барака Обамы. Консультировал, конечно, по России. С другой стороны, не исключено, говорят американские эксперты, что псевдоаналитика создали по заказу Москвы. А если точнее, Пригожинской фабрике троллей. Как удобного оппонента. Нужно же с кем-то безопасно спорить. Ни от того мирного человека не погиб. Это не смешной разговор уже от того, что там 300 тысяч нацелений. Люди, мозги, вы пудрите. Редакция РТВА попыталась получить комментарий Дэнера Попорта. Однако наша просьба так и осталась без ответа. Кстати, журналисты издания «Беллинкэт» нашли того, чьи фото были обработаны в фотошопе для создания образа американского эксперта. Вот он, техасец Стив Фера, университетский приятель Дэнера Попорта. Совпадение? Денис Чередов, Екатерина Катрикадзе и Сергей Лавренко. Телекомпания РТВА. Нью-Йорк. В США допросили двух российских олигархов. Как сообщает CNN, это связано с расследованием вмешательства Москвы в американские выборы. Источники телеканала рассказали, что команда спецпрокурора Роберта Мюллера побеседовала с одним из бизнесменов прямо в аэропорту Нью-Йорка, когда там приземлился его частный самолет. При этом были тщательно изучены его электронные устройства. Второго также допросили во время недавней поездки в США. Еще одному российскому бизнесмену, который в последнее время не посещал Соединенные Штаты, отправлен неофициальный запрос на интервью. Имена всех троих CNN не называет, а вот тема разговора ясна. Следователи пытаются понять, не делали ли состоятельные россияне пожертвований на предвыборную кампанию Трампа или церемонию его инаугурации, в том числе через посредников американских граждан. Иностранцам запрещено финансировать политические кампании в США. РБК, изучив данные сервиса о полетах Flightradar и других открытых источников, пишет, что в марте в Нью-Йорк прилетали самолеты Романа Абрамовича, Михаила Прохорова и Виктора Виксельберга. Представители Абрамовича от комментариев отказались, но уточнили, что предпринимателя не допрашивали. Остальные на запрос пока не ответили. Дональд Трамп передумал. Американские войска останутся в Сирии, несмотря на обещания президента США о том, что, цитата, очень скоро они оттуда уйдут. В общей сложности в Арабской Республике находятся около 2000 солдат Пентагона. Их основная задача – борьба с ИГИЛ, а также поддержка курдских отрядов народного ополчения и оппозиционных демократических сил Сирии. Ранее президент США заявлял, что запрещенная в ряде стран группировка «Исламское государство» практически полностью выдавлена с территории Ирака и Сирии. Однако в Министерстве обороны США считают, что если ИГИЛ не сдерживать, то боевики могут перегруппироваться и вновь активизироваться. Именно этот аргумент, как сообщает НБС, военные использовали в беседе с президентом Трампом, убедив его в итоге не выводить солдат США из Сирии. Источники НБС заявили, что Трамп был этому не очень рад, но все же согласился оставить войска в Сирии на неопределенный срок. Неожиданное решение суда в Германии. Там сегодня из-под стражи был освобожден экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон. При этом в постановлении отмечается, что политик все же арестован с целью экстрадиции в Испанию, но пока исполнение этого решения приостановлено. Он может выйти на свободу под залог в 75 тысяч евро. Интересна причина, по которой немецкий суд решил арестовать Пучдемона. Это подозрение в растрате бюджетных денег. Второй пункт обвинений со стороны испанских властей, а именно попытка мятежа, по мнению суда в Германии, не может быть основанием для экстрадиции. Тут есть интересная деталь. В уголовном кодексе ФРГ нет статьи об организации мятежей, но есть государственная измена. И вот за эту казуистику можно зацепиться, что, очевидно, и сделали адвокаты лидера каталонских сепаратистов. Впрочем, и растрата связана с тем самым референдумом о независимости Каталонии. Расходы на него Мадрид как раз и считает нецелевым расходованием бюджетных денег. Итоги октябрьского голосования, напомню, власти Испании не признали и распустили парламент региона. А Пучдемон после этого бежал в Бельгию. Полторы недели назад его задержала полиция Германии после того, как Мадрид выдал ордер на его арест. Вопросы о его экстрадиции немецкие судьи должны решить за два месяца. Там сегодня отметили, что не видят предпосылок к тому, чтобы на родине Пучдемона преследовали по политическим мотивам. К другим новостям. Сегодня суд в Петрозаводске оправдал главу карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева. Но только в части изготовления детской порнографии, а за незаконное хранение оружия ему назначили два с половиной года ограничения свободы. Речь может идти о запрете на выезд за пределы города или посещение определенных мест. Прокуратура просила приговорить историка к девяти годам колонии строгого режима. Правозащитники из «Мемориала» не сомневаются, что истинной причиной преследования главы карельского отделения организации является его профессиональная деятельность. Юрий Дмитриев занимался восстановлением памяти о жертвах репрессий. Подробнее об этом громком судебном процессе Артем Филатов. Приговор Юрию Дмитриеву оглашали в закрытом режиме. Его сторонники и журналисты ждали решения в коридоре. Главный итог процесса – историк остается на свободе. Прокуратура требовала для Дмитриева девять лет лишения свободы. Судья Марина Носова полностью оправдала его по самой тяжкой статье об изготовлении и хранении детской порнографии. Адвокат Виктор Ануфриев еще в день оглашения последнего слова был настроен оптимистично. Он указывал на многочисленные процессуальные нарушения с самого начала следственных действий. Мы использовали его, может быть, какой-то правой безграмотностью в определенном смысле доверчивостью. И они фактически осмотрели место происшествия и совершили обыск. Мы обозвали его протокол осмотра места происшествия. Перевернули дом, как вы видите, кверх дном, до рубашек, до брюков и всего прочего. И забрали все, что считали нужно. По второй статье о хранении оружия Дмитриеву назначили два с половиной года ограничения свободы. Это означает, что историк будет жить дома и два раза в месяц отмечаться в полиции Петрозаводска. Он не сможет выезжать за пределы региона. Сам Юрий Дмитриев в интервью нашему телеканалу заявлял, что готов к любому развитию событий. Два месяца до вынесения приговора он находился под подпиской о невыезде. А до этого провел год в следственном изоляторе Петрозаводска. Любое действие, которое с нами происходит, подворачиваем ли мы ногу где-нибудь, маемся животом, болеем ли зубами, она всегда дает нам какой-то опыт. Поэтому то же самое. Какой-то опыт будет. Обвинение в адрес Дмитриева связано с тем, что он фотографировал свою приемную дочь Наташу без одежды и хранил эти снимки на компьютере. Он делал снимки, чтобы контролировать физическое развитие девочки в первые годы после детского дома, потому что она была сильно истощена. Общественная кампания в защиту Юрия Дмитриева вышла далеко за пределы Петрозаводска. Главу Карельского мемориала поддержали известные писатели, историки и журналисты. В любом случае, это большая моральная победа Дмитриева самого, который держался безупречно, его адвоката Ануфриева и Сутину Освы, которая, несмотря на все давление, сумела вынести, в общем, правосудный приговор, не связанный с лишением свободы. Юрий Дмитриев почти 30 лет занимается поиском мест массовых расстрелов и захоронений репрессированных в Карелии. Самое известное – урочище Сандар-Мух. Сторонники Дмитриева называли уголовное дело провокацией или даже местью силовиков, которые, по их словам, были недовольны такими изысканиями. Дмитриева поддерживали и его московские коллеги из мемориала. Теперь основные вопросы – будет ли пытаться прокуратура обжаловать оправдательный приговор, и когда историк сможет увидеть свою приемную дочь Наташу. Их разлучили еще в декабре 2016-го, когда к Дмитриеву пришли следователи. Девочку забрали на допрос прямо из школы. Во время оглашения последнего слова Дмитриев зачитал письмо от Наташи, как доказательство того, что их отношения не разрушены. Оно начиналось со слов «дорогой папа». Ну а в Киеве прошла акция зоозащитников. Протестующие требовали привлечь к ответственности главу одного из поселков, которого активисты называют «живодером». В последнее время в Украине снова активизировались так называемые «догхантеры», то есть те, кто по собственной инициативе отстреливает или травит бездомных собак. И не только. Кошек и птиц докхантеры тоже не любят. Почему эти люди остаются безнаказанными и сможет ли их остановить закон украинский? О защите животных выяснял Антон Полищук. Кто только не пикетирует Верховную Раду Украины. Теперь вот протестуют зоозащитники. Требуют как можно быстрее принять законопроект под номером 6598. Этот документ вносит больше полусотни поправок в действующие законы и устанавливает суровую ответственность за жестокое обращение с животными. До 10 лет за решеткой. В паре шагов от этой акции неравнодушные граждане разбрасывают свиные и коровьи головы. Говорят, ничего личного. Гостиниц для депутатов, чтобы не забывали поддерживать сельское хозяйство и животноводство. Распространение страшной преступности по отношению к животным, насилие, которое сейчас есть в Украине и применяется последние 10 лет, должно быть остановлено. В противном случае будут последствия. Это насилие распространится на людей. Директор Киевского, эколога культурного центра Владимир Борейко в 12-й год изучает такое явление, как докхантер. Борейко утверждает, что живодеры в Украине поддерживают российские оружейные заводы. Говорит, разработку докхантерских сайтов финансировали предприятия соседней страны. И это легко доказать. Кроме того, утверждает эколог, оружейники продвигают сообщество докхантеров в своих профильных изданиях. Оружейные заводы России, ижевский, и тульский, в основном ижевский, им нужно продавать, находить новых покупателей своих пневматических винтовок. И они поняли, что действительно докхантеры – это те люди, которые могут это покупать. Значит, что нужно? Значит, нужно развивать это движение вширь, вглубь и в другие страны. Российские оружейные заводы информацию о финансировании докхантеров называют выдумками. Прямой связи не видят и украинские правоохранительные органы. Интересно при этом, что несмотря на торговые войны с соседом, на полках украинских магазинов достаточное количество российской пневматики. Для покупки подобного пистолета или винтовки не требуется разрешение МВД или проверка личности. Свободная продажа. Пистолеты от 60 долларов, винтовки около сотни. Любители пострелять даже устраивают подпольные соревнования. Цель – истребить как можно больше бродячих собак, летучих мышей и хищных птиц. Возмущаются защитники животных. Докхантеры даже праздник свой придумали. 13 января – день отстрела собак. Борьбой с докхантерами должна не просто полиция заниматься, а специально подразделение идеологически подкованных, сформированных людей, которые действительно будут не только полицейскими следователями или прокурорами, но еще они будут из зеленых движений. И зоозащитники, природоохранники, у которого будет честью раскрыть преступление, довести дело до суда и посадить живодера Докхантера в тюрьму до логического завершения. К сожалению, в полиции такие люди не работают. Особо активные любители пострелять в городских животных – в Николаеве, Днепре и Одессе. Вместе с полицией живодеров задерживают сами жители этих городов. Он убивал на моих глазах. На ваших глазах? На моих глазах. А вы можете рассказать? Я стояла на балконе, цветы поливала. Расскажите просто, как это произошло. Вот, вижу, идут эти две мужчины. Крик, сильный крик начался. У меня дома собаки начали сильно гавкать, потому что начался крик. Крик животных вы имеете в виду? Крик животных, безумный крик. И вот этот человек? Вот этот он и еще один мужчина с ним. Я не знаю, он убежал, этот мужчина. Вот их машина, вот эта его красная машина, того мужчину второго. И только во Львове и Киеве, кажется, научились не убивать собак и кошек, а лечить беспризорных животных и находить им семьи. Депутаты Горсовета Киева проголосовали за революционное, без привлечения, постановление. Коты и собаки здесь признаны частью экосистемы города. Котов запрещено прогонять из жилых домов. Жеки не имеют права закрывать окна в подвалах и на чердаках. А собаки-дворняги могут свободно жить в городе после стерилизации. В ближайшее время в Киеве появится самый большой в стране приют для животных. Город выделил на строительство миллион с лишним долларов. И в этом столица станет ближе к Европе. Антон Полищук, Дмитрий Клименко, RTVI, Киев. В Саудовской Аравии впервые за 35 лет откроют общественный кинотеатр. А это означает, граждане королевства смогут теперь уже не подпольно, не рискуя быть наказанными, знакомиться с новинками мирового кинематографа. Как передает агентство Reuters, власти Саудовской Аравии дали разрешение на открытие 350 кинозалов по всей стране. Правда, перед показом фильмы будут проверять цензоры. А все фривольности из каждой картины будут нещадно вырезаться. В 80-е годы прошлого века под давлением фундаментальных исламистов все кинотеатры и другие увеселительные заведения были запрещены саудовскими властями. Тогда религиозные деятели объявили просмотр фильмов очень греховным занятием. Но после вступления на престол нового короля Саудовской Аравии, Салмана Ибн Абдул Азиз Аль Сауда, в сентябре прошлого года в королевстве началась перестройка консервативного уклада жизни. Был снят запрет на вождение автомобилей для женщин, им разрешили посещать общественные места, и вот теперь возобновление работы публичных кинотеатров. Известно, что первый кинозал власти откроют в столице королевства, Эр-Риаде. В торжественной обстановке саудитам разрешат посмотреть голливудский фантастический боевик «Черная пантера» американского режиссера Райана Куглера. Хорошие новости для саудовских женщин. Что ж, это все новости к этой минуте. Последнее обновление и развитие событий на сайте RTVI, в приложении для мобильных телефонов, а также на страницах RTVI в соцсетях. А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи завтра.